добрый день дорогие друзья с вами капля и не контекстуальный разбор первого послания петра сегодня мы говорим о 1 главе 10 стихе я прочитаю в современном новом переводе он немножко более понятен современному человек этому спасению были посвящены поиски исследования пророков которые пророчествовали об ожидавшей нас благодать две вещи которые на мой взгляд очень важны в любом пророческом служении во-первых пророчествуем о благодати и спасения мы не пророчествуем об аде пророки не пророчествуют о грядущих каких-то страданиях они могут об этом говорить и должны говорить но основное направление основная канва основная не знаю колея что ли любого абсолютно любого библейского пророчества это как избежать ада то есть получить спасение и а той благодати которая дана каждому спасенному для того чтобы совершить необходимый путь если пророк не указывает выход из сложившейся ситуации если пророк не говорит о каких-то вот библейских божественных путях выхода из тупиков просто обличая просто говоря о том что грех это плохо там праведность это хорошо то мне кажется что это либо обман либо просто попытка обрести дешевую значимость за счет библии бога настоящий пророк это человек спасения и человек благодати и на мой взгляд друзья это одно из самых ключевых что отличает истину божьего пророка от до простых наверно верующих даже он всегда зациклен на двух вещах спасение и благодать спасение и благодать благодать и спасение и даже когда пророк вынужден говорить какие-то достаточно жесткие вещи обличая человека в грехе он всегда говорит о благодати я часто встречал людей которые пророчествовали или мне лично или там при мне кому-то это было просто обличение ты плохой ты поступаешь неправильно и попадали совершенно в точку но не показывали человеку вот этот путь спасения да то есть путь избавления от его проблемы и внутри у меня зарождалось определенное сомнение бог ли послал этого человека бог ли дал ему эту весть или может быть он сам увидел может какой-то дух или ангел нашептал настоящий пророк всегда говорит ты совершил то-то 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 пойди сделай то-то и то-то и ты исправишь эту ситуацию настоящий пророк он никогда обличая не осуждает знаете даже речь не о том что он употребляет какие-то на осуждающие слова нет 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 даже в хороших позитивных словах а мы верующие прекрасно знаем как можно благословить человека говоря и улыбаясь при этом говоря хорошие слова и при этом улыбаясь речь идет вот об этом духе да является ли пророк человеком благодати является ли человек который говорит слова божьи человеком который априори видит в тебе жертву греха они злого плоти я очень часто встречался с людьми которые постоянно видят в окружающих исключительно негатив о этот блудник о этот такой не говорит что это человек согрешивший нуждающийся в помощи нуждающийся в какой-то поддержке других людей он говорит нет это блудник и знаете в этом вот он звучит вот кончен он вор он такой-то и меня такое чувство что у современных пророков найти такой набор печати которые не ставят на лоб с не смывающейся краской и они ходят оценивая людей и выбирая какое клеймо ему больше подходит настоящий пророк он наполнен благодати он наполнен милости он наполнен благословения и он не просто знаете там написано он не просто говорит о спасении он исследует он ищет пути спасения и может быть у него не будет прямо сейчас какого-то вот откровения как нам справиться с тем или иным грехом но он обязательно будет искать он обязательно откроет библию он будет смотреть смотреть молиться искать ответ и потом придет или позвонит и скажет я хочу дать тебе вот это направление вот так будет поступить правильно итак настоящий пророк это человек двух потрясающих вещей если одной из них нет то можно поставить под сомнение его слова это человек который всегда показывает выход который всегда показывает путь спасения и второе это человек который всегда несет себе благодать они осуждения и другие не эти работают он на и Субтитры подогнал «Симон»